Всем привет, вернее даже больше привет всем тем, кто вместо контроллера решил приобрести смартфон какой-либо на андроиде, чтобы туда поставить нашу программу EFT Field Survey и выполнять свои полевые работы. И многие из вас сталкиваются с такой проблемой, когда они ставят ПО, заходят в программу, нету плавающего окошка, того самого плавающего окошка, в котором показывается количество спутников общих решений, которые видит сам приемник PIDOP, заряд батарейки, тип решения, прочая фигня. Соответственно, чтобы оно появилось в это окошко, вам необходимо зайти в настройки самого андроида. Рассмотрим мы все это дело на примере моего смартфона Mi 5 Xiaomi. Здесь у меня 7 андроид, но все примерно, во всех андроидах, во всех оболочках суть примерно одна и та же. Поэтому вам необходимо просто зайти во все приложения, найти Field Survey и в других разрешениях, в строке всплывающие окна, крестик поменять на зеленую галочку, то есть разрешить плавающие окна, всплывающие окна. Дальше можете зайти в программу и вуаля, у нас появилось плавающее окошко. И еще хотелось бы отметить одну такую вещь, как подключение по NFC. Часто пользуемся, очень удобно, дотронулись контроллером до приемника, да, и выполнился автоматом запуск программы, выполнился и соединение по Bluetooth. Почему-то многие пренебрегают этой функцией в телефоне. На самом деле все просто. Также вам нужно зайти в настройки, заходите в настройки, заходите в дополнительные функции и всего лишь на все включаете галочку NFC, если она у вас не включена. Включаете ее, берете телефон, да, у каждого телефона метка примерно находится где-то сзади, в задней части корпуса. Прислоняйте и у вас автоматом происходит как запуск программы, так и выполняется соединение с приемником. Все быстро, удобно, точно так же, как с нашим контроллером. Поэтому, надеюсь, это вам пригодится. Пользуйтесь, работайте. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok